Иногда мне нравится представлять, как бы выглядели консоли Sony, если бы они продолжали что-то выпускать после PlayStation Vita, имеется в виду в портативе, или же Sega выпускала бы свои портативки, и крутая получилась бы история, но здесь мы имеем одно большое но, это то, что подобное вряд ли произойдет в ближайшем будущем. И на что мы будем смотреть в этом видосе? Еще одна прекрасная портативка, которая может составлять конкуренцию не только Switch, но еще и Steam Deck, конечно, это GPD Win 4. Но если вы не желаете париться с покупкой игр и подписок для PlayStation, то вам в PS Store Турция. Они сделают всю работу за вас, а сейчас как раз распродажи и предложения настолько выгодны, насколько это вообще возможно. Вам нужно будет написать название игры в личку, либо в Телеграме, или в ВК, тут уж как кому нравится. Вам отпишут стоимость, вы естественно оплачиваете и предоставляете данные от вашего турецкого аккаунта, чтобы они самостоятельно купили игру на вашу консоль. Вы забираете себе аккаунт обратно и играете в приобретенные игры. При необходимости можете потом сменить пароль. Ваши аккаунты никому не нужны и спать спокойно. Быстро, легко и главное надежно. Советую их не знать уже в который раз и еще столько же, если не больше, буду говорить о этих ребятах. Вы можете у них приобрести не только игры, но еще и разные подписки. Самый лучший магазин в интернете, я сам частенько там покупаю разные игры. Так что ассортимент у них большой. Оставлю ссылки в описании на магазин, группу ВК и Телеграм. Вы можете в любой из этой соцсети приобрести нужную вам игру. GPD Win выпускается в двух цветах, но это разве для кого-то является важной частью видео? Я тоже такого мнения, но вот что важно, как по мне, это реальный дизайн с закосом на портативные системы Sony. Просто посмотрите на этого монстра. Реальная игровая система, которую как будто бы разрабатывали Sony. Ее дизайн очень привлекательный, как мне кажется. Если вы действительно являетесь очень ярым фанатом Sony, который до сих пор ждет какую-то портативку от них, то я бы рассмотрел на вашем месте GPD Win 4, ибо система крайне интересная. И чем, спросите вы? Опять же, дизайном, который очень похож на продолжение Vita. Очень сильное сходство имеет эта консоль. Здесь есть и датчик отпечатка пальца, то есть как на Steam Deck, только маленький. Это не проблема. А может даже наоборот лучше, потому что в таком исполнении у компании и дизайнеров получилось сделать реально портативное устройство, которое рвет все на своем пути. И сегодня PSP2 это настоящая машина для уничтожения. Что по элементам управления? Стандартная крестовина, которая выполнена в стиле консоли Sony, в частности Vita, когда она якобы разделена на 4 части, но при этом все равно слитная. Два стика, что не может не радовать. Четыре кнопки действия, которые точно такие же, как и на Vita, либо PSP. Скорее всего на Vita, потому что их размер не сказать, чтобы шибко был большим. И некоторые пользователи, и я в том числе, отмечали, что подобный размер не сильно удобный. Стереодинамики, датчик отпечатка пальца, еще один датчик, который отвечает за мышь. Также две пары триггеров, они точно такие же, как и на пихе, но и собственным стилем, который включает в себя подсветку. Очень крутое решение, благодаря которому, если вы будете играть в темноте, то сможете прочувствовать весь кайф современного гейминга. Ну и R2 вместе с L2. Если говорить о сравнении с прошлой моделью GPD Win, то они изменили тут дисплей, добавив ему полдюйма. И теперь у нас на четвертой версии 6 дюймов. Также компания изменила разрешение экрана с 720p на Full HD. То есть работа, как вы видите, была проведена колоссально. Если так прикинуть, то прошлая версия выглядела не очень. Больше походит на какой-то китайский хлам, честно говоря. Но вот эта малышка, она прям запала мне в сердце. Также здесь невероятное нутро, как для портативной системы. Говоря также, про экран и рамки стали куда меньше. Ну и главная фишка GPD Win это то, что фактически перед нами комп, который может превратиться в слайдер одним взмахом руки. То есть это настоящий компьютер, причем игровой, на котором можно не бояться заводить совершенно любые тайтлы в опасении того, что тебе якобы не хватит здесь клавиш. Настоящую клавиатуру добавили разработчики, это кайф. В прошлой версии была сенсорная клава, а здесь она механическая. Ну и перемещение стиков также сыграло большую роль в удобстве. В том плане, что теперь вы можете играть вот на этой PSP 2. Давайте называть GPD Win 4 именно PSP 2, чтобы не путаться. И всем все было ясно. На PSP 2 стики расположены как на контроллерах Xbox или же Switch. Это удобно и вы без труда сможете дотянуться до нужной вам клавиши, не сбрасывая пальцы со стиков. Крайне полезное решение и я не выкупаю, почему раньше компания этого не сделала. И вы знаете, можно очень долго говорить, какой это консоли фантастически удобный дизайн и форм-фактор. Какая она мощная, но кого это волнует в наше время, когда все хотят увидеть игровую систему в деле? И как она справляется с играми? Да, вы все правильно поняли, сейчас наступит время тестов. Начнем с того, что эта система поддерживает обычную SD-карту, что автоматически является очень большим преимуществом, благодаря которому вы сможете запихнуть сюда дешевую флешку объемом хоть до терабайта и забить ее разными играми. А все потому, что PSP 2 использует Windows. Предлагаю посмотреть на работу в эмуляторах. Начнем с простенькой SNES, которая показывает феноменальный результат, но это и понятно. Можно выбирать режим экрана, условно с полосами 4х3 или широкоформатный. Влияет это все исключительно на автономную работу и не более того. Мегадрайв также работает шикарно, без всяких трудностей. То есть насладиться ретро вы сможете без труда, и использовать такую машину для ретро? Неплохая идея, согласиться с этим несложно. ГБА. Но разве стоит говорить, что и здесь никаких проблем, и давайте уже поднимать уровень? Дримкаст. Тут ситуация интересная, потому что некоторые игры работают стабильных 30 фпс. А другие в 60 и на это влияет только то, как видимо сам тайтл работал на Дримке. Потому что других объяснений у меня нет, либо эмулятор до сих пор спустя столько лет остается кривым. Ибо эта машина без труда может запускать игры Дримкаста шикарным образом в широкоформатном разрешении. Да при том экран здесь в Full HD. Нинтендо 64 пашет прекрасным образом. Везде у нас 60 стабильнейших фпс, и ни разу не было такого, чтобы это значение опускалось ниже. Ни разу, ребята, ни разу запоминаем это. И никогда не забываем, потому что эта информация важна. Консоли вообще несложно запускать эти системы, и вы сами убеждаетесь в этом. Хотя вот одну игру ли нашел, где фпс 60 может простить до 55 кадров. Но это не страшно, и дальше ведь мы будем тестировать невероятное мясо. Псп. Работа точно такая же, как и все Дримкаст. Где-то у нас 60 фпс, точнее в каких-то играх. Ну а где-то 30, и может быть это сделано для того, что на 60 фпс с проектом возникают какие-то проблемы. Условно, вылазят там артефакты какие, но PSP тянет без труда. Все суперски, и вы не забываете самого главного. Это то, что мы используем же здесь эмулятор. То есть это двойная нагрузка на консоль, потому что мы запускаем прогу, и уже через нее игру. Родные тайтлы винды, которые мы, может быть, тут рассмотрим, шли бы куда круче. Благодаря оптической мыши на PSP 2, мы можем ее использовать в области второго экрана на эмуляторе Nintendo 3DS. Крайне полезные вещи теперь к консоле Nintendo можно эмулировать спокойно, не боясь того. А вот что может быть, если у меня один экран. Все может быть спокойно, и очень круто играется в Nintendo 3DS. 3DS это сложная система, и это понимать стоит. Поэтому разрешение мы ставим в 720p, и иногда могут тут присутствовать лаги, которые опускают FPS в 60 до 25 кадров условно. Такие переходы, естественно, собирают вокруг себя внимание. Но все равно ничего критичного в этом я не нахожу, потому что в основном у нас 60 FPS, которые просаживаются, а не наоборот. Что у нас 20 кадров, которые в нетребовательных сценах вырастают до 60. Давайте теперь посмотрим на PlayStation 1. Мы, как обычно, используем широкоформатные хаки 1080p, и во всех без исключениях игрулях наблюдаем стабильные 60 FPS. Но еще бы, у меня не было никаких сомнений насчет PSP2, что она сможет запускать игры PS1 без каких-то проблем. Все очень просто, легко дается этой малышке, и это круто, ребята. Дальше мы посмотрим на две консоли вместе. Это эмулятор Дельфина, благодаря которому мы можем запускать игры что Nintendo GameCube, что Wii. Широкий экран, 30 FPS, 60 FPS и небольшие просадки присутствуют. Но это зависит от игры, потому что в Donkey Kong вообще все суперски пашет в 60 FPS. Так что Дельфин тут работает в принципе без каких-то серьезных проблем. А теперь к серьезному, реально серьезному эмулятору PlayStation 2. Родное разрешение консоли, 60 FPS и никаких тебе проблем в Black. А Black это просто какое-то мясное чудо, честно говоря, ребята. Это поражает, потому что тайтл второй плойки адекватно не может запустить даже самый мощный смартфон на Android. Приходится жертвовать условно там разрешением и тому подобное. А в нашем же случае все окей. Двойка пашет, и если необходимо реально портативное устройство, которое работает феноменально во многих тайтлах, то PSP2 это ваш выбор. Ну а дальше у нас оригинальный Xbox, который, честно говоря, уже работает так себе. Присутствуют постоянные просадки FPS, но это тоже смотря какой тайтл вы запускаете. И уже я бы особо не рекомендовал использовать эмулятор Xbox на этой машине, по той причине, что он далеко не идеален, как и следующий эмулятор, Xbox 360. Проведя небольшие махинации с разгоном, можно добиться неплохих значений в этом эмуляторе. Но вы не забывайте, что сам эмуль не идеальный. И тут, ну, FPS 30 с просадками практически во всех играх. Где-то стабильная 30, где-то она вообще не стабильная. Но RDR же сам по себе мощавый такой сложный. Так что скидочку сделать можно и при особом желании пройти эту игру. Вью работает уже неплохо. Можно без особого труда пройти здесь Зельду какую-нибудь. И в принципе остаться счастливым, говоря о том, что эта консоль лучше Свича. Так и стоит она в 10 раз дороже, чем Nintendo Switch. Но мы, конечно же, опустим этот момент, да? В Зельде 45 FPS, в Mario Kart 60, причем без разницы, какая там у нас сцена. Короче, 30-60 в разных играх получить можно. И здесь однозначно лайк. Эмулятор PlayStation 3. Он работает куда лучше, чем Xbox 360 и 60 кадров. И мы можем получить и 30 FPS. Короче, все стабильно и работает самое главное лучше, чем на самой тройке, у которой множество проблем с FPS. Ну а теперь к свичу. Нужно немного похимичить в настройках и вуаля. Mario Odyssey работает неплохо в 60 FPS. А так без настройки будет идти в 45. И короче, эмулировать свич тут можно без особого труда. И если желаете увидеть тесты с другими играми, которые выходили на винду, пишите, будем делать. Исход такой, что устройство реально крутое и находится вне конкуренции. Оно превосходит Steam Deck по удобству, но вот ценник слишком большой. Это стоит машинам вроде как 100 тысяч рублей. Так что брать или нет, это ваше дело. Не забывайте подписываться на канал и всевозможные соцсети, включая Telegram. До новых видео и встреч. Субтитры сделал DimaTorzok